Столичные нейрохирурги совершенствуют методику операций при сложных заболеваниях и травмах позвоночника. В Центре спинальной хирургии при клинической больнице номер 67 врачам помогает так называемая идеальная операционная. По своей оснащенности она пока не имеет аналогов. Это одна из трех в мире экспертных клиник, с которой постоянно на связи производители оборудования. Они совершенствуют механизмы именно с учетом мнения врачей. Павел Матвеев увидел, как работают хирурги и машины. Поход на томографию и уж тем более на рентген здесь пережиток 20 века. Ни к чему тратить время и нервы пациента. Томограф приедет к нему сам во сне, уже когда тот будет под наркозом. У сегодняшнего пациента серьезный перелом. Обломок кости грозит повредить спинной мозг, может дойти до паралича. Чтобы не дошло, хирурги зацепятся за соседние здоровые позвонки, введя в них имплантат, титановые винты. Скрипят стержнями, которые возьмут на себя нагрузку и дадут больному позвонку возможность восстановиться. Сама операция не нова. Уникальность не в том, что делают, а в том, как. И даже не в том, какая здесь аппаратура, а в том, как ее научились сочетать. По своей оснащенности эта операционная не имеет аналогов не только в России, но и во всем мире без всякого преувеличения. Нет, где-то еще, конечно, вся эта аппаратура есть. По отдельности. Но чтобы все сразу в одном месте, такого нет нигде. Казалось бы, что сложного? Взять лучшую медтехнику и научить ее взаимодействовать. Оказалось сложно. Никто, кроме этих людей, не сумел. На международной выставке в Дюссельдорфе система, созданная в Центре спинальной хирургии 67-й Московской больницы, была представлена отдельным стендом, как идеальная модель операционной для хирургии позвоночника. Оптимальное положение имплантата ищут методом клика. Все делает компьютер. Давай посмотрим нижние винты. Здесь пока все хорошо. Дефекты установки имплантата в спинальном центре практически исключены. Благодаря взаимодействию робота и томографа, недочеты корректируют прямо по ходу операции. После того, как пациент покинул операционную, ничего переделывать не придется. Не нужно нового наркоза, не будет нового стресса. Реабилитация короче обычной, а доза облучения меньше. Было установлено 4 импланта титановых винта. И это заняло 15 минут без единого снимка мы прошли эту дистанцию рентгенологического. Обычно на установку каждого винта, в зависимости от случая, может уходить от 2 до иногда 15 рентген-снимков, чтобы точно установить имплант. Представляете, какая это лучевая нагрузка? При этом спинальный центр не только потребитель, но и генератор идей. Это одна из трех в мире экспертных клиник, с которыми консультируется производитель робота. Что и как можно улучшить? Трудности, с которыми мы сталкиваемся в процессе операции с использованием технологии, мы о них сообщаем, то есть такой механизм отрицательной обратной связи. И это позволяет двигаться дальше, то есть создавать какие-то новые механизмы, какие-то новые механизмы регистрации, совершенствовать программное обеспечение и совершенствовать само железо. Пациента эти подробности, как правило, не волнуют. Его волнуют результат и собственный страх. Операции на позвоночнике из тех, на которые люди беспокоятся за исход, порой не решаются до последнего. Руководитель центра Дмитрий Дзукаев, тот самый, кто только что проводил операцию, замечает, вид супераппаратуры пациентов заметно успокаивает. Это прямая польза для пациента. Это безопасность пациента. Технологии робота, они не подвержены усталости. У них не болит голова, у них может не скакнуть давление, у них не дрогнет рука. Поэтому пациент получает, в первую очередь, фактор безопасности и отсутствие человеческого фактора в негативном смысле. Тех, кто боится восстания роботов, тоже есть чем успокоить. В позитивном смысле человеческий фактор остается. В технической среде, которую создали в 67-й больнице, главный пока, к счастью, все же человек. Гомо сапиенс. Павел Матвеев, Сергей Кузнецов, Олег Колочков, Руслан Башко. Первый.